в магазине талия смотрите значит тут есть такая витрина всего вися продукция с радугой видите мне понравились носки такие прикольные носки сколько не стоит 699 видите он лов мне нравится вот есть мужские вот это мужские а это женские носки маленького размера больше более маленького размера вот тут есть значит наук набор носочков тоже в радужном стиле в таком возле стиль значит сколько такой 15 евро стоит по 5 евро значит там три пары носочков по 5 получается за что тут какие-то значит книги тут значит вот такие вот свистки свисток на этой на ленточке всякие кепочки зонтики и даже фанкапоп микки маус интересно влаги и вот тут вот пледики кстати на радужный плед но мне качестве не очень нравится сколько стоит такой радужный плед 25 чуть-чуть китайский тут всякие единороги чука-чуксы сумки интересно вот мы уже на втором этаже тут вот такая вот интересная детская литература всякая а вот тут мне понравилось весе морские котики или тюлени и прикольные и вон там осьминожек и рыбка вот тут еще злые осьминоги есть в баночке такие прикольные игрушки эти какие смешные есть улыбающиеся есть злые этот злой да и ржачные сколько такие стоят ой а его вывернуть можно и он станет добрым желтым осьминогом все почем хоккей с мячом этот тоже может быть злым ведь и где твоя цена чуни борская тема смотрите все по темам разложено пришло видите сделали такой весенний стиль значит новый декор опять значит всякие веточки цветущих растений искусственные вазы будды зонтики китайские морщик красиво конечно или японские вот это японская сакура 100 процентов тут всякие эти необычные вазы такие прям интересные подсвечники такие шары светящиеся и всякие вот такие горшки чем все это очень круто мне нравится вот это вот такое все это варенье дюрера что-то моему ухты 36 мотивов дюрера до 12 прикольно красиво видите мы уже знаем кто такой дюрер потому что ходили в дом музей дюрера вот пример как она выглядит это мама карточки есть вот такие вот вас всякие тарелки да и вот такие вот вазы цепи кувшины кувшин интересно мы двигаемся к эзотерическому отделу как обычно через велосипеды мало такой вот велик похож на мой но у меня нет такого большого короба для детей всяких это да прям они даже видите пристегиваться могут дети здесь а ты как извозчик для них везешь таких детей они перед тобой ты везешь таких детей вы своих в этой штуке прикольно сколько кстати такой велик стоит 5549 евро а он электрический ну тогда конечно 5000 да сделали витринку отдельно по таро значит вот такую сделали стойку на столике видите тут таро мопсов мне все это есть конечно таро пластелин колец таро значит ночные защитники и путешествие души этих оракулов у меня нет но и не все раку и собираю подряд я собираю таро большую часть туда ленорман руны кипер но я не могу собирать все оракула их слишком много вот видите вот это вот ночные стражи до ночных стражей вот вот эта штука у меня есть книга обалденная а еще хочу вот эту книгу хайбанцхав но попозже тут камушки как обычно всякие шикарные камушки это ритики это у нас лазуритики для писла зуля это розовый кварц розен кварц это аметист вот это у нас это я не знаю это кто это наверно каменелое дерево да это каменелое дерево да да тут дальше оранжевый кольцит авентюрин а вот это у нас дюмартирит каментаролога кстати да вот это каментаролога считается это у нас гавлит это пикчер часпер картинная яшма это у нас снежный опсидиан только для ведьм эти все вечерченика это второе ведьм это вот второе ведьм тоже у меня все это есть это тоже ежедневная а нет это модерн вот эти астрологические карта вообще постоянно видите каждом вот такое вот все проведем интересно это вот оракулу налоги часть на большую собранную всего магазина и оракулы и таро все собраны на кредитинке тут вот это легендарное таро золотое таро висконте спорции это таро 16-17 веков уже в таком примерно виде как она там начиналась по заказу герцога висконте здесь разные книги тут по таро тоже есть книги по киперу но сегодня мало в наличии не подвезли еще мне очень нравится история что здесь есть теперь кафе видите в магазине в книжном кафе ты можешь садиться пить кофе читать книги и радоваться жизни там еще подушки для медитации смотрите какая тут есть стойка да и вот в этих штуках сушеная малина сушеная клубника и всякие другие сушеные штуки шоколаду в общем вот такая вообще прикольная вещь конечно видите клубника прям сушеный класс очень красиво смотрите тут вот такие есть всякие тоже штучки как на ключи мне так нравится вот это вообще прикольное что такое всякие штучки такие а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а так тоже это тут еще собачки есть или кто это брожен о панцузики 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 и вот такие пушистые мих-мих мих-мих очень маленькие звездочки вот такие крабики пламинги прикольная вещь мы вышли из магазина талия и пошел дождь хотя сегодня дождя не передавали вообще а мы идем в сторону старбакс мы хотим там попить сегодня кофе потому что сегодня ходили в макдональдс и ужасно наелись до такой степени что мы не идем мы перекатываемся мы взяли вегасет в макдональдс кстати новости есть раньше там был вегетарианский бургер вега нет он просто назывался фреш-веган фреш-веган да и недавно в макдональдсе все фреш-веганы пропали и мы не понимали что происходит причем это было именно в пост великий вот который идет до пасхи а когда пост люди же наоборот как-то привержены вегетарианскому питанию почему они так невыгодно поступили я не знаю в общем они меняли поставщика и поменяли полностью вегетарианские соевые котлеты у другого поставщика закупили поменяли полностью всю тактику и теперь у них вегетарианский бургер называется макплант так же как и вегетарианские наггетсы макплант наггетс и также макплант бургер вот мы пришли хотели ну как заказывать вот эти бургеры мы не едим вегетарианские наггетсы они нам не нравятся но мы едим бургеры да причем мы берем сет там бургер картошка кола это стоит 8 евро ну сейчас и мы спрашиваем она говорит это же не вегетарианская пища это котлета без мяса там нет мяса в этом бургере нет мяса но эта пища не вегетарианская я говорю почему она говорит во первых в булочку входит как сливочное масло так и яйцо пусть это какие-то следы этих продуктов но они там присутствуют и мы не знаем обращаете вы на это внимание или нет я говорю ну хорошо окей а еще что она говорит эти котлеты они же все жарятся во притюре да они жарятся в таком же в том же притюре в каком мы жарили мясные котлеты вот они вот так тактику поменяли чтобы очень даже сэкономить хорошо да чтобы не тратиться на вегетарианцев не ставить им отдельный чан с маслом вот в общем они все переначали мы согласились поесть я вам честно скажу мы не видим в этом ничего страшного самое главное что мы не ели мясо рыбу кого-то кто смотрит глазами включая всяких там насекомых да сейчас говорят начали с эстонии выпускатели или сладкий шоколад с насекомыми мол мука из насекомых берутся насекомые типа саранчи высушиваются делается мука и мол может такая мука продаваться она дороже стоит мол она полезная питательная и вот из нее мол можно выпечку даже делать но самое главное что ее начали эту муку и фрагменты насекомых ритроспорт мол начал добавлять шоколад но потом ритроспорт отрицал это все дело потому что его закатали там в интернете начали предъявлять ему претензии мол если мы там какую-нибудь в косиношку найдем шоколадки чем мы будем с вами делать мы этого не планировали есть в общем интересно это в общем мы ждем пережидаем ливень на улице 18 градусов ну вот видим дождик льется вон люди тоже бегут и мы идем красиво так даже подождем очень красиво согласились наоборот какой-то особый шарм города когда идет такой ливень летний вообще на улице очень хорошо тепло вот и многим это не мешаем вот здесь вот такое место видите тут тупик дальше пройти нельзя там мосты называется нюрнбергская венеция и видите каналы потому что дома так стоят как венеция розовый каштан цветет а мы уже добегаем до старбакса вот видите значок старбакса вот и тут вот такой каштан розовый несколько их красиво все в старбаксе вот такое помещение помещение вот у нас кофе капучино мидл это мидл знаете такой здоровенный кофе это средний такой же большой но мы всегда берем средний потому что большой блогу здесь вот такие салфеточки красивые мы вышли из старбаксом и прогуливаемся дальше по нюрнбергу мы решили поехать показать вам хотя бы какие то фрагменты шла от парка это городской парк нюрнберга там очень интересно это очень красивый парк прямо посередине парка есть огромный фонтан нептун я про него только шоты пока выкладывала вот и вот мы сейчас туда поедем как отсюда проехать мы около лоренцкирхи около торговой площади если ориентироваться да и нам нужно зайти в метро лоренцкирхи ну по сути это церковь святого лаврентия если по-русски лоренцкирхи вот и мы доезжаем одну остановку до банхов это железнодорожный вокзал в нюрнбергах банхов он называется а потом пересаживаемся на другой поезд и едем две остановки до штаб-парка и вот в этом штаб-парке очень красиво обязательно если кто-то будет в нюрнберге съездите туда там красивые прудики лавочки всякие места для отдыха много цветов то есть это место вот самое лучшее для детей для взрослых для пожилых тоже хорошо подходит для прогулок для того чтобы посидеть помедитировать там в любом месте можно сесть на лужайку на лавку на лежак можно сесть да за столик деревянный многие люди просто кидают пледик кто-то сидит голой попой можно сказать на берегу любого из этих водоемов там мостики очень красивые вообще шикарный парк я когда увидела его впервые мне очень понравилось вот эти лоринских и мы спускаемся здесь в красивое такое метро мне нравится вход у этого метро он такой весь зеленый вот в метро всегда кто-нибудь вот так сидит и просит что-нибудь но я вам так скажу такой человек зарабатывает гораздо больше чем вы гораздо больше поверьте мне и чем мы все вот поэтому кстати большинство таких людей даже не бедные и не бомжи а просто путешественники например не обязательно что они нуждаются просто они сейчас нуждаются для передвижения как говорят автостопом по галактике это один из моих любимых фильмов комедийных мой муж недавно вместе со мной его повторно я повторно а он впервые посмотрел очень понравился если кто-то еще вдруг когда-то не смотрел фильм автостопом по галактике или наоборот испытывает к нему теплые чувства обязательно пишите три станции нужно было ехать до штат-парка от хаутбанков остановка рендер вот такой интересный фонтан а мы вот сюда пойдем парк 500 метров от метро до парка но это все всем рядом кажется может о 500 метров но на самом деле чуть-чуть пройти там 5 минут буквально где-то уже в парке тут кафе мороженое Итальянский. Тысяча часов. Да, дорогие, все дорого. Это же Нюрнберг. Видите, какие страны интересные. Вот эта церковь, помнишь, мы сворачивали к зданию, там, где Колизей, здание съезда, вдоль этого здания по улице проезжали, вдоль этой церкви. Не вдоль этой, вдоль красной церкви. А зачем нам сюда? Пошли прямо? Нет, нам сюда нужно, вот парк. А, здесь парк? Я кукушка. И опять все перепутала, я думала, нам туда нужно идти. У меня только фор в петлю. Наверное, всегда. Я путаю все географические эти штуки. Забываю, где что находится. В общем, нам туда, в парк. Видите, вон зелень уже там торчит. Это парк. А вообще, мы долго искали в этом парке самое главное место. Туалет. Оказался он с подогревом. Там жарко-жарко-жарко внутри, как в бане. Такой интересный туалет. Да, на удивление очень чисто. Ну, мы как раз в тот момент замерзли. Там руки, стены можно греть там. Я зашла, у меня руки как раз немножко обледенели там и гуляли. Что-то подмерзли. Ветер поднялся. И я руки прямо об стену туалета грела. Ну, там чисто, все хорошо. Там вообще редко люди ходят в этот туалет, на самом деле. Ну, стены, если вверх, кто их будет трогать? Кроме меня. Я потрогала. Ну, потом все равно продезинфицировала. Все, не переживайте. Это все. Но, как говорится, есть где погреться в парке. В туалете. А вот мы как раз сейчас будем через вход заходить. Это вот если вы от станции Ренвик. Кстати, к парку ведут две станции метро с разных сторон. Как минимум. Вот. И мы будем захотеть как раз со стороны, где можно, да, ближе в Витвов попасть в туалет. Здесь рядом. Не совсем, да. Не совсем. Но это ближе, чем к той станции, по-моему. Да. Чем к той стороне парка. Ближе вот каштаны, смотри. Каштаны растели. Красота. Вот в этом плане, конечно. Мы заходим со стороны вот этой тюльпановой аллеи. Тюльпановой аллеи. Да. Вот помните, я видео снимала гадания, да. Где там были прям такие цветы, цветы, цветы. Вот это вот в этой части парка было в штат-парке. Видите, какой парк красивый. Шикарно. Сирени цветут сейчас. Видите, какие красивые дорожки. Лавочки. Если что, мы места подмечаем, где можно видео снимать. Да, где сильно не беспокоят тебя люди, да. Там ходят. Ну, просто был дождь, но я думаю, что мы найдем себе сухонькое местечко. А, не сухие. Вот, сухие, значит, под деревьями не сильно успели вымакнуть. Вот. Видите, какое тут дерево здоровенное. С таким столом. Вон там люди на травке сидят. Видите, какая красота здесь. А вот тут вот сделали какую-то такую белую стеночку. Может, она тут вообще уже много лет, мне кажется, она старая. И вот там, с двух сторон, внутри и снаружи цветы, лавочки тоже. Вот видите, как раз сейчас пара цветущих рододендронов. Рододендронов. И они повсюду расцвели, рододендроны. Это же рододендроны, да? Да. Нет, это... Похоже, рододендроны. Нет, это не рододендроны. Это какой-то другой. Это марин корень, наверное. Не знаю. Или еще какой-то. Я не знаю, кто это. Но сейчас пора рододендронов. И вот очень много в этом парке цветущих именно рододендронов расцвел. Паморотники. Паморотники, кстати, да, здесь их очень любят. Вон там статуя, видите? Интересно. Ветер, правда, я не знаю, наверное, шумит очень сильно, мне кажется. Ой, тюльпанчики все отцвели. Помните, я здесь видео снимала, были тюльпанчики. А они все отцвели уже. Вот. И дерево цветущее рядом стояло отцвело уже. Интересно. Сегодня прям солнечный денек. Теперь вот все после дождя выглянуло прям солнышко. Вот лук цветет. Да. Зато прям вот такие дорожки плиточкой уложены. Красота. И вот видите, пора цветения каштанов. Там он такой здоровенный каштан. Вот на этой лавочке мы снимали, да, видео. И вот там, видите, какое каштанище цветет. Вот смотри, вот какое дерево что-то. А, там розовое рядом. Нет, ты вон посмотри на размер. Да, да. Красиво очень. Мне нравится. Вот. Вот. Мы гуляем, тут все маргарит. Мы всегда. Видите, люди ходят по дорожкам. Ну что-то, давай вот здесь самый прямой. Или мы подойдем кашталу. Не, ну пошли, пошли. Я тебя вообще в туалет звала. Ты туда идешь? Да. Правильно? Давай, пошли. Вот видите, какое расцвело. Ой, какое расцвело. Подожди, Вов. Подожди. Какое тут оно расцвело. Это что оно такое? Я такое не видела никогда еще дерево. Я его не знаю. Ты кто? Ты кто? Ты вид магнолии? Или кто ты вообще такое? А? Что за цветы такие белые у тебя? Какой красивый прям. И вот оно огромное. Смотрите, сколько у него цветов. Таких белых. Смотрите. Здесь это такое местечко, да? Так классно. Лавочка. Это дерево цветет. И вот они цветы такие. Что это за цветы? Вот еще такое он увидел дерево. Да. Слева магнолия. Так понимаю. Это то магнолия. За боку. А этот что? Вид магнолий такой? Или что? Здесь надо какое интересное. Я такое не видела никогда. Такие красивые. Вообще. Вообще. Прелесть. Обалдеть. Тут мы дальше идем. Тут вот видите. Такие всякие мосточки, лавочки, да? И вот такая территория. Тут прудик. А там еще есть прудик. Тут елочки. Всякие еще другие деревья. Вот. Тут кто-то на чем-то катается. И вот видите. Вот такой прудик. Там птицы разные живут. Вот. В середине видите. Такое углубление. Как типа выемка. И вот там дальше видите. Фонтан не бьется. Ну мы сейчас к нему подойдем поближе. В общем вот такая тут прелесть. Конечно. Здесь собачками гуляет. Мосточки. Шлик туалета. Вон там туалет. А вот уже видите. Радут антроны. Собачки резвятся. А вот здесь вот прям очень много радодендронов. Вот таких. Видите. Белый радодендрон. Вот такой вот он уже чуть-чуть оцветает. Но вот эти вот верхние это они как раз саму цвету. Нижние оцветают цветочки верхние. А вот тут вот много-много-много. Видите. Прямо царосли радодендронов. Очень много их. А вот этот радодендронов здесь. А вон красный. Розовый розовый радодендрон уже. Или это не радодендрон. Кто вот оно. Такое шикарное. Красивое кто это. Теперь мы идем к фонтану Нептун. Вот он задом стоит к нам. Красавчик. В задней хилейной части. К нам. Тут такое хорошее место со столиками. Я могла бы там видео поснимать. Но там сидят умные люди. Которые заняли уже это место. Хлебное. Вообще я могу хоть где снимать. Но мне бы хотелось, чтобы сильно-то людей-то не было рядом. Вообще вот прихожу, когда, да. Так. Парк или еще куда-то. И вот стараюсь найти. Судеем. Чтобы вам было красиво. Хорошо. Приятно. И чтобы мне было комфортно работать. Смотрите. Вот тут такой прудик. С другой стороны мы его смотрим. Потом еще мосточек. Еще прудик. И вот зон. Красавчик. Вот. Такие чудовища. Такие-то лошади. Вот это. Ну прелесть. Точная. Практически копия. Как Петерготы. Представляете. Один из таких фонтанов. Петергоф был доставлен. Подарен видимо. И вот здесь. Что-то уж такой был. Делали. Вот так мы расположились на берегу прудика. Это мои кроссовочки. Пледик. Волосатый после моей собаки. Вон там желтые цветы цветут. Тут маргаритки. Тут люди ходят. А мы под вот этим деревом сидим. Кайфуем. Сейчас буду вот здесь и писать видео. Красота. Вот это вот будет лепота. Мы уже наснимались разных видео. И бежим опять, чтобы уехать на метро и на вокзал до своего городочка. Рядом с Нюрнбергом. Видите? Что вот оно такое? Что ты? Кто ты? Оно прям странное такое. Кто оно? Непонятно. Понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова